Каждую среду в студии телеканала Самары ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Этнопарк Дружбы Народов был открыт для массового посещения в прошлом году. Как помогает этнопарк людям разных национальностей лучше узнать друг друга? Какие новые объекты планируется создать в будущем? В нашей студии Светлана Кондратьева, директор ООО «Этнопарк Дружбы Народов». Светлана Николаевна, здравствуйте. Спасибо, что пришли в нашу студию. Здравствуйте. Спасибо, что вы дали возможность рассказать о нашем объекте в городе Самаре, в Самарском регионе. Светлана Николаевна, «Этнопарк» был открыт по инициативе региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» при поддержке губернатора Самарской области, правительства Самарской области, ну и там целый ряд, на самом деле, организаций. Вот важнейшая задача – это, собственно говоря, объединение людей. Как помогает этнопарк людям разных национальностей лучше узнать друг друга? Сейчас уже можно говорить об этом на практике. Вы знаете, очень интересная и уникальная концепция была возложена на основе, в основу строительства этого уникального объекта, который не имеет аналогов Российской Федерации, именно количество домов, равный подход к каждому дому, то есть было выделено одинаковое количество земли, каждый дом имеет объем квадратных метров одинаковый, у каждого дома есть подход к воде, выбор месторасположения каждого дома был тоже на основе жеребьевки, скажем так. То есть весь принцип равенства был от начала до конца строительства и возведения данного объекта. И, конечно же, уникальность в том, что за каждым подворьем стоит общественно-национально-культурная организация, которая принимала участие в становлении данного объекта, собирался материал, привлекалось научное сообщество, привлекались дипломатические организации различные для того, чтобы создать, воспроизвести символ того или иного народа, показать, отразить максимально его традиции и культуру. И, конечно же, уникальность нашего парка состоит в том, что работают в подворьях, оказывают мини-экскурсии внутри домов представители национальных общественных организаций. И, конечно же, когда ты одно дело, ты приходишь в музей и получаешь экскурсию просто от экскурсовода, который владеет, безусловно, материалом, а другое дело, когда ты приходишь в этнопарк и знакомишься с культурой через представителей этих народов, с таджиками, с узбеками. И, конечно же, здесь идет полное погружение в тот или иной материал. Тебе рассказывают, как жил народ, как становился, о его истории, рассказывают о каких-то особенностях, отличиях. Но и в то же время можно получить информацию и о современном материале, о современном мире данного какого-то народа, скажем так. И поэтому это вот уникальный материал, то есть здесь не только можно познакомиться с его прошлым, но вообще в целом о народе. И, конечно же, постигая материал о том или иной народе, о его истории, это может каждый человек сделать, осуществить через книги, литературу, кинофильмы и так далее. А вот соприкоснуться с бытом, потрогать экспонаты, посмотреть его костюмы, послушать истории, связанные с расположением того или иного народа, с его становлением, с какими-то красивыми историями, здесь эмоциональная составляющая, она, конечно же, определяет то впечатление, которое складывается на протяжении посещения нашего парка. И 20 национальных домов, домов, отражающих народы, которые самые многочисленные в Самарской области, это тоже дает эффект того, что нас много, и все мы разные. А вы знаете, у нас по итогам школьных экскурсий мы наблюдали такие интересные, интересный итог посещения, когда заходят школьники, они просто все русские. Они говорят, мы же русские, живем здесь вот в Самаре, тогда-то приехали или там давно живем. А вот когда они узнали, ту или иную посетили экскурсию, и уже на выходе из этнопарка вдруг они вспоминают, что они, оказывается, у них бабушка Мар-2, или что там они... Или чувашка. Да, или чувашка, или они ездили в татарскую деревню, вспомнили, как были у бабушки. То есть каждый вот окунается в ту или иную историю и начинает понимать, что корни у каждого человека свои, и что нас очень много, и что мы все разные, но мы не чужие, и что именно нужно жить в мире и согласии, уважать друг друга. И это будет главной составляющей дружбы и народов вообще в целом. А, кстати, Светлана Николаевна, вот Вы сказали о том, что вот экспонаты, они помогают понять, почувствовать вот национальность, каждую ее особенность, ее культуру. Их можно трогать руками? То есть музей, вот чем он отличается? Музей – это то место, где ты смотришь. То есть ты можешь ходить, обходить с разных сторон, но вот потрогать, поиграть, условно говоря, взять эту ложку и ей покушать, ну невозможно. Там насколько дается такая возможность? Вы знаете, все экспонаты, которые у нас есть, в большей части, они вот этичные, они привезены с исторической родины. То есть это родные, настоящие? Да, да, да. И, конечно, они имеют свою хрупкость, да, сами понимаем, что там платья 19 века или там сапоги, да. Конечно, да. Поэтому часть экспонатов, таких которых, например, не в одном количестве, да, например, там утюг или еще что-то, дается возможность потрогать, пощупать и так далее. И мы составляем специально программы для школьников, которые предусматривают что-то потрогать, посмотреть, перенести воду в коромысли, почувствовать, что это такое, да. Понять, что это такое, это утюг или это какая-то доска голодильная или там еще что-то. То есть такие экспонаты существуют, и мы стараемся особенно в программу для школьников включать такие возможности, потрогать, пощупать и посмотреть, что это такое. Вот этнопарк включает 20 национальных домов и подворий. Это очень много, но тем не менее, тем не менее, на территории Самарской области проживает более 100 национальностей там и этносов. Есть планы строительства еще каких-то новых подворий? Вы знаете, концепция, которая разрабатывалась при строительстве данного объекта, она предусматривала именно 20 подворий народов, которые самые многочисленные, да. Но, как бы, территория этнопарка, она открыта для сотрудничества. И созданы такие площадки, скажем так, большая площадь или дополнительные этажи, там, в Финугорском, например, подворье, которые предусматривают дополнительные мероприятия по трансляции, допустим, какого-то материала про другой народ, скажем так. Мы открыты для сотрудничества. И если появится еще какая-то национальная организация, которая готова вот вложить такой большой труд, потому что это огромный труд, да, то, конечно же, я думаю, что здесь будут заинтересованы все и собственники, и мы, конечно, в продвижении данного продукта. Мы открыты для диалога и для сотрудничества. Ну, вот это, на самом деле, очень важно, потому что, вот, ну, хотелось бы, чтобы это развивалось, потому что мир меняется, и количество национальности на территории Самарской области, оно тоже меняется, и было бы интересно вот посмотреть, пощупать. Это, на самом деле, ну, очень хорошая, очень интересная идея. Этнопарк открыт для массового посещения, насколько я помню, в прошлом году был. Вот, за это время сколько гостей вы уже приняли? Да, у нас парк открылся в конце июня месяца, и когда мы подводили итоги 2022 года, то у нас получилось, что наш парк посетила, то есть наш парк платный вход на наш парк, да, и поэтому имеет возможность посчитать всех посетителей, и более 23 тысяч, если точно 23 тысяч 400 посетителей у нас было за это время. Примерно в каждый месяц мы, как бы, по итогам этого же периода, полгода, согласно аналитике, скажем так, каждый месяц, это порядка двух с половиной тысяч туристов к нам приезжают, и рекордный был месяц, октябрь, когда мы в сентябре очень много работы провели со школами, к нам приехало очень много школьников. Ну, и учитывая то, что прошлый год был год культурного наследия, и да, и были все акценты выстроены на вот именно объекты данного направления, я думаю, что и этот фактор тоже сработал, и вот октябрь месяц у нас был такой самый массовый посещение. Во-первых, парк еще работал по режиму работы по дворе, парк был открыт для самостоятельных туристов, была достаточно хорошая погода, поэтому еще позволяла она вот таким вот посещению свободных туристов и гостей. И в то же время к нам начали приезжать школьники, групповые посещения, это не только Самар и Самарская область, но и соседних регионов. То есть на самом деле, вот насколько я понимаю, сейчас этнопарк Дружбы народов это, ну, такой важный туристический объект, причем он туристический объект как для жителей Самарской области, так и для гостей. Конечно, да, мы считаем наш объект уникальным, таких парков на самом деле не так много, они находятся очень далеко друг от друга, ну, мы можем говорить, что подобный объект в Саратовской области есть, в Калужской области, вот, все-таки достаточно далековато друг для друга, друг от друга. А актуальность данной площадки, особенно, да, в становлении подрастающего воспитания, подрастающего поколения, и вообще эта тема актуальна всегда будет. Здесь очень много интересов у людей, и ностальгический туризм, и этнографический туризм, и очень много интересов, скажем так, к нашей площадке. Вот, поэтому, как бы, да, наша площадка стала такой зоной притяжения, очень многие обрадовались, особенно обрадовались туроператоры, которые из года в год возят, и им нужно чем-то удивлять. Мы заключили более 30 договоров с туроператорами, которые продвигают наш продукт, и в том числе и туроператоры из других областей, вот, и подготовили очень много разных программ, связанных и с временем, и с какими-то определенными праздниками. Очень много подготовили и для детей разного возраста, это и начальное звено, среднее, старшее, и для взрослых экскурсионный продукт. И, в общем-то, стала пользоваться площадка спросом у населения, и, как бы, не только нашего региона. Я предлагаю сейчас сделать паузу, давайте посмотрим сюжет, затем продолжим нашу беседу, мы как раз поговорим о программах, о мероприятиях, потому что, ну, и сюжет как раз к этому имеет отношение, ну, и, собственно говоря, тема чрезвычайно интересная. Эти гости для сотрудников этнопарка «Дружба народов» особые. На экскурсию приехали семьи людей, которые сейчас участвуют в специальной военной операции. Для детей и супруга поездка стала возможностью отвлечься от тревожных мыслей. Очень помогает не расслабиться, а детей развлечь, больше детей, не себя, детей. Ну, и, соответственно, с ними сама отвлекаешься. В программе экскурсии – посещение подворья этносов, которые проживают на территории Самарской области. Гостям рассказывают о быте, профессиях и народных традициях. Семьи военнослужащих и мобилизованных пригласили волонтера партийного центра «Единой России». С началом СВО они взяли их под свою опеку. Мы поздравляли с праздниками семьи и мобилизованных. Также выезжали в Рощинске как волонтеры-репетиторы. Проводили занятия с детьми по различным предметам и школьной программы. И сейчас вот так экскурсии. Не планируем на этом останавливаться. Светлана Николаевна, ну вот мы посмотрели сюжет. То есть, собственно говоря, понятно, что мероприятий много. Насколько я знаю, что совсем недавно вот на парке проводились проводы русской зимы, масленица. Вот это далеко не первое мероприятие. А какие в целом вот проводите? Расскажите подробно. Потому что от этого, конечно, зависит очень много. От этого зависит посещаемость. Проведение мероприятий, это тоже является основной деятельностью парка. Парк организовывает на своей территории два раза в месяц различные мероприятия. Вот за прошлый год мы провели 48 событий на нашей площадке. И в прошлом году акцент был сделан на год культурного наследия. И наши праздники все были из календаря мероприятий, утвержденных данным акцией. Это был день хоровода, это день посиделок на кухне, это и осенины, праздник урожай и многое другое. Мы также проводили день рождения Деда Мороза, встречали программой, делали поворот на Новый год. И в таком духе. И, конечно же, всегда проводим мероприятия и обозначаем то или иное событие с прицелом на различную аудиторию. То есть, чтобы это мероприятие было интересно разной категории. Включаем туда форматы различных интерактивов, различных форм. Это и квесты, и мастер-классы стараемся, и различные дегустационные программы, чтобы было интересно всей семье. К нам, как правило, приезжают семьи с детьми. Взрослые хотят посетить экскурсии, допустим, погулять, провести время, посмотреть на наш уникальный архитектурный комплекс. А детям, конечно же, необходимы какие-то занятия, чтобы в ходе игры или в ходе какого-то мастер-класса что-то сделать самим. Очень интересно что-то сделать и взять с собой. Это всегда тоже особый восторг вызывает. Все это мы пытаемся совместить в праздниках. И, как правило, праздники являются центром притяжения для различных туристических групп. Вот сейчас мы готовим свой календарь событий на предстоящий сезон. Первого апреля мы открываем весенне-летний сезон. И также в апреле будем презентовать свой календарь этих событий, в который, на мой взгляд, и мы стараемся, чтобы этот календарь был разноплановым, яркий на впечатление и отражал интересы и запросы разных слоев населения. Вот на территории этнопарка очень интересно, очень полезно, на мой взгляд, проводить уроки истории и общества знания. Вот как вы со школами выстраиваете работу? Вы сказали, что в прошлом году очень много общались, потому что, на мой взгляд, школьники – это важнейшая аудитория, потому что это люди, которые должны понимать национальности, должны понимать особенности и должны вообще понимать, где они живут. Они должны общество вот это чувствовать. Безусловно, наш этнографический комплекс является уникальным потенциалом для подрастающего поколения, для воспитательного процесса. И наш материал, который мы представляем в виде экскурсии, в виде различных мастер-классов, он, несомненно, играет большую роль в становлении личности, познать народы, познать свой род, изучить историю, быт. И, конечно же, мы для школьников делаем ставку на школьников и понимаем, что наша площадка, она полезна, интересна, актуальна для школьников. И выстраиваем программы разного плана, более сложные для старшего поколения, менее сложные с материалом, но с большим количеством подворьев, чтобы включаем как бы три типа жилища, которые присутствуют на нашей площадке. Это юрты, каменные жилища, избы, чтобы у ребят было полное представление вообще о народах, какие они бывают, чем жили, как семьи становились, что такое дети, какую роль дети выполняли. Это очень важно. Много открытий у детей при посещении нашего парка, когда понимали, что дети огромную роль играли в труде, вместе работали со взрослыми, почитали родителей, многое не позволялось детям, всегда были в покорности и так далее. Это, конечно, сегодня в современном мире всегда у детей вызывает удивление, безусловно. И изучая обратную связь, мы выстраиваем программы согласно спросу. То есть и учителя, педагоги, руководители школьных организаций, образовательных учреждений делают как бы некий заказ нам, чтобы, например, такую-то тему или мы хотим раскрыть что-то, такое направление. И мы очень гибкие в этом направлении, и каждый запрос мы отрабатываем, конечно, индивидуально. Мы площадка новая, заинтересованная в сотрудничестве, и нам хочется отработать такой продукт и программу, которая будет интересна, актуальна и очень полезна. Разные есть программы по времени, по насыщению. Для детей более младшего возраста мы предлагаем интерактивы. У нас есть иммерсивный спектакль, квест. Есть игровая программа с элементами национальных игр, состязаний включаем. Есть тематические программы. Например, вот на Масленицу мы рассказывали про Масленицу, изучали все семь дней, прыгали, изучали разные игры, водили хороводы, угощали пленами. Есть программа, посвященная 23 февраля, это по следам богатырей. Мы рассказывали про богатырей, про национальных героев различных народов. Понятно, богатырей разных народов, да. Да, да, да. И это такая очень большая тема народа. Это можно рассказывать, выстраивать разные программы по различным направлениям. И, как правило, вот мы изучаем этот спрос и на каждый спрос предлагаем тот или иной продукт. Я, кстати, сейчас вот подумал, а где вы специалистов-то набрали, чтобы вот это все рассказывать? Это такая, ну, сложная, на самом деле, история. Вы знаете, ну, во-первых, очень хороший коллектив, который работает в этнопарке, я имею в виду национально-общественно-культурные организации, те, которые, во-первых, они создавали сами, да, свой дом, искали информацию, да, экспонатами насыщают. Поэтому это люди, влюбленные в это дело, обладают максимальной информацией про подворье, про те экспонаты, которые внутри находятся. И, конечно же, они все горят своим делом, и, общаясь с ними, это, вот, вступаешь в такой эмоциональный спектакль. Очень интересно получить информацию именно от них. Ну, и выстраивание этих программ, это занимаются наши специалисты, которые, ну, изучают спрос, взаимодействуют со школами, то есть получают некий заказ, и совместно мы отрабатываем ту или иную программу. Ну, то есть, по большому счету, все исходит от национальных центров, в первую очередь, потому что они, как бы, по большому счету, знают информацию о своем подворье, они знают информацию о том, что нужно рассказывать, и они уже вам это предлагают. Безусловно, основополагающим это является тот потенциал, который выстроен, это общественная национальная организация, это союз народов Самарской области, это самое главное. А вот работа, продвижение этой площадки, изучение спроса, это уже вот администрация парка, мы, которую изучаем, ездим, смотрим, участвуем в выставках, совещаниях туроператоров, взаимодействуем с Министерством туризма, понимаем актуальные какие-то точки, актуальные направления, и в совместной работе, совместно, мы уже выстраиваем тот или иной продукт. Кстати, когда вот дети заходят и выходят с территории парка, вот есть разница, вот интересные ощущения? Ну, как я вам уже сказала, что, во-первых, когда они узнают вот этот материал, когда они проникаются тем, что бывают разные национальности, что и корни бывают разные, что мама бывает одной национальности, папа другой, другой, и вот когда вот изучают этот материал, смотрят, чем жили, конечно же, я вам говорю, что вот на выходе они уже вспоминают, что у них там бабушка-татарка, там папа-мордвин, там я не знаю, и так далее, эти корни. И он должен знать национальности и ту, и другую. Да, 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 да. Во-первых, и знать национальности, традиции какие-то. Конечно, чтобы не утратить. Да, да, да. И, ну, как правило, мы всех, кто у нас выходим, стараемся спросить, как у вас настроение, что вам понравилось. Ну, и очень много, в большинстве своем мы получаем положительные отзывы, вот, потому что, ну, во-первых, эта тема, в отличие от других, может быть, регионов, в которых преобладает та или иная национальность, да, ну, возьмем соседи наших, Татарстан, да, где вот это вот татария, да, там все с татарским народом связано, и это все пронизано, каждый объект, да, каждая история, каждая экскурсия, программа и так далее. А здесь человек совершает путешествие практически кругосветное, да, и за одно посещение он узнает о культуре народов, традициях многочисленных народов. И здесь за, так, небольшой промежуток времени и за небольшой, там, финансовый, скажем так, вклад, они узнают это и совершают, ну, вот, прям незабываемое какое-то вот путешествие по многочисленным таким странам. Ну, по большому счету, всю страну нашу можно за один раз так увидеть и понять. Да, 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 получается, что так. Вот время от времени этот парк Дружба народов не работает для самостоятельных туристов. Что в это время происходит, почему? Наш парк работает в нескольких режимах. Первый режим – это весеннее, летний, осенний период, когда открыты подворья. Открыты они по определенному графику. Как правило, это среда, пятница, суббота, воскресенье, а вторник, четверг у нас работают обзорные экскурсоводы, где к определенному времени можно приехать и с обзорным экскурсоводом получить экскурсию и зайти в те или иные подворья вместе с экскурсоводом. В остальное время, если мы берем, допустим, ноябрь, то мы работали, открывали подворье только там субботу, воскресенье, выходные дни. А с декабря месяца, когда стало совсем холодно, и пребывание в парке стало достаточно таким дискомфортным, скажем так. Не каждый любитель погулять на территории, а на открытой площадке, скажем так, по времени полтора-два часа. Не всем это очень нравится. Наш парк работал в таком режиме. Во-первых, мы каждый день работали по заявкам, то есть школьники заказывают экскурсию. Мы в любое время готовы выполнить эту услугу, и в понедельник, и в субботу, и в воскресенье, и в восемь утра, и в восемь вечера. И в момент проведения праздников, которые мы организовывали, мы открывали подворье. Таким образом, наш парк проработал круглогодично. Мы работали и декабрь, и январь, и февраль месяц, только в разном формате, в разном режиме. С 1 апреля, как я уже проговаривала, у нас открывается сезон, и мы опять начинаем работать в формате подворьей, мини-экскурсии в подворьях, и обзорные экскурсии по вторникам и четвергам. Что разрешено туристам на территории этапарка? Мы предлагаем туристам посетить подворье. То есть в момент работы подворьей на кассе можно получить список открытых подворьей. Самостоятельный турист в любом режиме, то есть неважно в каком порядке, он хочет их, хочет ли он все посетить, неважно, он сам самостоятельно посещает эти подворья. Он заходит в дом, в котором работает экскурсовод той или иной национальности, и получает мини-экскурсию 15-минутную. Он может погулять по парку, он может посетить чайный дом, который у нас открыт, в котором открыт буфет, купить какие-то напитки, купить выпечку. Там продаются очень вкусные эстинские пироги, которые мы тоже рекламируем. В этом сезоне мы будем предлагать туристам посетить сувенирные лавки, которые мы открываем, приобрести национальную атрибутику или как и сувениры, связанные с этнопарком. Ну и в принципе любой турист, гость может просто погулять, походить в свободном таком режиме. Сколько стоит визит, и можно ли воспользоваться пушкинской картой? В обычные дни стоимость билета составляет 300 рублей, 200 рублей это льготный, до 7 лет у нас дети бесплатно, 7 до 14 льготный, и пенсионером у нас посещение льготным является. И в дни проведения праздника стоимость билета составляет 400 рублей, 300 рублей льготный. Парк работает по пушкинской карте, и можно на сайте приобрести, кассиру, наш оператор, приобрести билеты по пушкинской карте. У нас очень большим спросом пользуются программы, которые покупают у нас школьники по пушкинской карте, очень много, и студенты, которые тоже к нам приезжают. – Светлана Николаевна, вот процесс усовершенствования нельзя остановить. Каким вы видите идеальный этнопарк? Вот что бы вы хотели добавить, какие объекты или услуги? – В прошлом году, когда мы начали работать, первое, с чего мы начали, мы разработали концепцию развития нашего парка. В этой концепции мы хотели сохранить тот уникальный потенциал, потенциал, который выстроен на этой площадке, на нашей территории, и предусмотреть его развитие. У нас разработана концепция развития, которая называется «Легендариум». Она предусматривает два направления. Это создание дополнительных интерактивных зон, потому что территория парка, она очень большая, и занята лишь только часть, подворьями, площадью и чайным домом. И второй момент, мы хотели взять тему, которая бы объединила, во-первых, все зоны, объединила бы народы вокруг этой темы, и давала такой потенциал для разработки различных программ, различных услуг и так далее. Вот тема легенды выбрана для парка, для дальнейшего развития. Мы считаем, что легенда, сказки были, она присуща каждому народу, она присуща каждому человеку. Сказка нас сопровождает в самом рождении, и она близка как ребенку, так и взрослому человеку. Яркие, выразительные персонажи с нами по жизни идут, если брать там русский народ, это Илья Муромец, Баба Яга и так далее, водяные. И, в общем, это потенциал очень огромный для развития. И если говорить про интерактивных зон, которые планируются в парке, то, конечно же, это ресторанный комплекс, в этом году планируется уже его проектирование. Также у нас разработан проект деревянного лабиринта, который не имеет аналогов России, который тоже будет связан с легендами. Будут три входа в этот лабиринт. По типу налево пойдешь, туда ты попадешь, направо попадешь, туда пройдешь. И нужно будет пройти путь. Путь это связан с богатырями, другой путь связан с таким домашним очагом, с женским началом. А третий путь связан с такой нечистью, который тоже очень много присутствует в сказках, в каждом направлении. Вот такой вот интересный объект мы планируем в этом году его. Либо мы будем площадку выстраивать. То есть начало этого проекта будет положено в этом году. Также данный проект предусматривает строительство музея интерактивной игрушки с экспозиционным пространством, с пространством для проведения различных концертов, спектаклей и так далее. Различные арт-объекты. Это и музыкальная поляна, связанная с музыкальными инструментами различных народов. Это арт-объект связан с входной зоной, где мы хотим расположить огромную такую книгу раскрытую, которая будет именно позволять возможность пройти через эту арку, пройти и очутиться в другом мире. Светлана Николаевна подсказывает, что время программы подошло к концу. Одним словом, парк будет развиваться. Я понял, что через несколько лет он будет, ну, на самом деле, совсем другой. Ну, мы надеемся, что, да, история только началась, развитие данного объекта. И это очень хорошо. Да. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии была Светлана Кондратьева, директор ООО «Этнопарк Дружбы Народов». Приходите в гости. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова